Здравствуйте, коллеги! Угрызение совести – это вредно или полезно? Наверное, в зависимости от меры. Если слишком много – это тяжело, болезненно и вредно. А, в принципе, штука полезная. Вот, например, у евреев понятие угрызения совести не существует как таковое. Ну, можно, конечно, начать меня троллить и мемить, да, бессовестные евреи. Нет, у них немножко по-другому. У них угрызение совести переводится к слову мацпун. Мацпун – то же самое слово, что и компас. То есть моральный компас, который указывает на правильное с точки зрения морали и правил направления. Мацпун – компас. По идее, это то же самое, что и угрызение совести. Возможно, что я говорил чуть раньше, если нет, то повторюсь, если да, вернее, то повторюсь, что болезненные угрызения совести, если сильно болеют, можно нивелировать с помощью некоторых гомеоптических препаратов. Самый ходовой, распространенный – это Коккулюс. Коккулюс-30С. Вот что-то сделали. Стало мучительно больно за то, что вы сделали. И Коккулюс-30 попускает. Ну, разумеется, это рекомендация не для того, чтобы вы делали плохие вещи или поступки, а потом кушали Коккулюс. Нет, разумеется, нет. Есть еще один хороший препарат, замечательный, который работает намного мощнее, чем Коккулюс. Он, как я понял, даже известен в русском фольклоре. Ну, вот в славянском, вернее, в старославянском фольклоре. Я не нашел источников на русском языке. Представляете, старославянский фольклор, я не нашел источников на русском языке, зато я нашел источники на английском языке. Был такой в русском фольклоре богатырь. Может, богатырь, может, крестьянский сын. Не совсем понятно с переводами. Звали его Кудряш. Ну, имя Кудряш славянское. Оно в транскрипции латинской тоже пьется Кудряш. И вот напали разбойники, бандиты на деревню. В какой-то момент времени Кудряш испугался, что его убьют. И решил не драться. Спрятался. А потом его начало мучить совесть. Да так начало мучить, что вот просто ни жить, ни быть. И решил он утопиться. То есть, вот буквально покончить жизнь самоубийством от огрузения совести. Смотрите, я, в принципе, говорю то, что очень важно. Пошел он к озеру или к реке. Не знаю, куда точно. Давно это было. Ныряет. Из воды всплывает русалка. Не знаю, была ли русалка в русском фольклоре. Ну, вот девица такая прекрасная. И дает ему такой венок. Травлги. И говорит, вот одевай. И типа будет тебя защищать. И ничего тебе не будет страшно. Ну, соответственно, он там то ли одел. Возможно, он выпил отвар. Там есть источники, где он выпил отвар. И источники, где он носил этот венок. Ну, короче, его попустило. Как угрызение совести, так и страх ушел. Есть замечательный, замечательный, на мой взгляд, гомеопатический препарат, который называется спираэ ульмария. Спираэ ульмария. Как пишет Бёрке, мучительные угрызения совести. Не просто так, а мучительные угрызения совести. Болезненная добросовестность и желание доводить дело до конца. Разумеется, что у препарата есть множество других симптомов. Я их пропишу ниже. А фишка-то, фишка с угрызениями совести. Берегите себя. Всего доброго. Берегите себя.